В многочисленных захватнических войнах Российской империи сомнительная боевая слава принадлежит Александру Суворову, которого в России почему-то называют «великим полководцем». При этом совершенно незаслуженно забывают о его подвигах карателя и палача народов, сопротивляющихся российской агрессии. Суворов никогда не участвовал ни в одной оборонительной войне, а только лишь в захватнических и карательных военных действиях. Его биография – ярчайшее свидетельство агрессивной политики Российской империи. Начнем с того, что Суворов – непосредственный участник уничтожения Речи Посполитой. В 1764 году польским королем при помощи российских денег и оружия стал бывший любовник Екатерины II Станислав Понятовский. Спустя четыре года недовольная российским влиянием католическая шляхта создала в городе Бар военную конфедерацию, после чего началась вооруженная интервенция Российской империи в польское государство. Перечисленные события разожгли Калиевщину – пламя народной войны украинцев. Запорожское казачество под предводительством Гетмана-Залезняка организовывает восстание с целью восстановления независимой Украины. Части русской царской армии начинают жестокую расправу над повстанцами-гайдамаками правобережной Украины. Более 30 тысяч украинцев подвергли арестам и казням. Это послужило прологом к ликвидации Запорожской сечи и подавлению украинского национально-освободительного движения на долгие десятилетия. Карательная экспедиция во главе с бригадиром Суворовым начинается осенью 1769 года. В течение двух лет он громит партизанские отряды поляков, что приводит в конечном итоге к полному их поражению и первому разделу Польши. За победы регулярной армии Суворова над шляхетским ополчением великий в кавычках полководец получает звание генерал-майора и медальку. Речь Посполитая подвергается первому дерибану между Российской империей, Пруссией и Австрией. Через четверть века король Польши Понятовский решается на проведение реформ, которые могли сделать королевство сильным и независимым государством. Екатерине Второй это пришлось не по вкусу. Русский мир совместно с Прусским и Австрийским быстренько организовали интервенцию и аннексировали огромные польские территории. Польские патриоты не могли с этим смириться. В марте 1794 года началась освободительная война под руководством Тадеуша Костюшко. Разумеется, Суворов, посвятивший всю свою жизнь порабощению народов, не мог допустить освобождение Польши. У старого карателя, разрушившего к тому времени судьбы целых народов, просто чесались руки. 24 октября 1794 года отряды Суворова подошли к Праге, предместью Варшавы, и взяли ее штурмом. Суворовские чудо-богатыри устроили беспрецедентную даже по тем временам резню. Не щадили никого, ни женщин, ни детей, ни стариков. Погибло более 20 тысяч человек. Причины такого зверства до сих пор не ясны. Польское государство окончательно прекратило свое существование. Суворов получил чин фельдмаршала и городок Кобрин с 15 тысячами крепостных. От восторга новоиспеченный фельдмаршал буквально прыгал и визжал от счастья. Между первым и третьим разделом Польши Суворов не сидел сложа руки. В августе 1774 года он ринулся в бой против войск вождя Крестьянской освободительной войны Емельяна Пугачева. Суворов, крепостник-рабовладелец, для которого идеалом государственного устройства была казарма, желал лично подавить восстание. К его величайшему сожалению, к тому времени, когда он прибыл на место боевых действий, главные силы Пугачева были разбиты полковником Михельсоном. Начинается охота на предводителей бунтарей. К сожалению, Пугачев был предан своим окружениям и выдан в распоряжение Суворова. Братья по оружию, киргизы и калмыки, пытались освободить Пугачева. Но суворовский конвой, вооруженный артиллерией, пресекал такие попытки. К полному разочарованию Суворова Екатерина II не оценила его рвение. Раздосадованный Суворов попросился в отпуск, но отдых был непродолжительным. Вскоре Суворову было поручено возглавить усмирение Башкирии, поддержавшей Пугачева. Применяя где кнут, а где пряник, удалось склонить большинство предводителей башкирских отрядов к прекращению сопротивления. Лишь Салават Юлаев и его отец Юлай не пошли ни на какие компромиссы с оккупантами и продолжали героическую борьбу, проведя множество успешных военных операций. Как Салават Юлаев гонял московитов по всей Башкирии смотрите в дополнительных материалах к этому ролику на нашем патреоне. В 1778 году Суворов осуществляет первую в истории Крыма депортацию. Якобы заботясь о немусульманском населении Крымского ханства, он высылает его на территорию Российской империи. Подобно тому, как в наше время путинские власти объясняют преступления против Украины защитой русскоязычного населения, в 18 веке подобные злодеяния покрывались демагогией о покровительстве православному населению стран, против которых велась российская агрессия. Разумеется, в историографии России депортация воспевается, утверждается добровольный характер переселения, но факты свидетельствуют об обратном. Сохранилась петиция греков и армян города Гезлев, в которой они заявляли российским карателям о нежелании покидать родные дома. Известны случаи перехода крымских христиан в ислам с целью избежать высылки. Хан Крыма Шахингирей неоднократно заявлял царскому правительству протесты, указывал на нарушение россиянами условий подписанного ими же Кючук-Кайнерджийского мирного договора. Но, как доказывает вся история Московии, договоры с Россией не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Суворов в сжатые сроки депортировал из крымского ханства более 30 тысяч человек. 8 апреля 1783 года Екатерина II издает манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской страны под российскую державу, ознаменовавшим аннексию этих территорий. Декларировалось уничтожение независимости крымского ханства и нагайского государства. Произвести приведение к присяге всех возвращенных в родную гавань приказали Суворову. Но большинство нагайских лидеров отказалось принять благо русского мира. Нагайцы восстали. И тогда Суворов под покровом ночи предпринял тайный рейд, обрушив 15 драгунских эскадронов, 10 полков донских казаков и 15 рот артиллерии на ничего не подозревающих повстанцев во время совершения утреннего намаза. Резня продолжалась до наступления полной темноты, было уничтожено более 5000 нагайцев, погибли все вожди восстания. До сих пор дата 1 октября 1783 года воспринимается нагайским народом как день национальной катастрофы. Зачистка Кубани продолжалась в течение нескольких недель, не щадили никого. Общие потери от суворовской карательной экспедиции среди нагайского народа составили до нескольких сотен тысяч человек. Российский суворовский террор вызвал массовый исход репрессированного народа. Минимум 700 тысяч нагайцев покинули родину. Бьюсь об заклад, что многие видели картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Картина действительно хороша. Возможно, поэтому даже не возникает мысль, а что, собственно, делают российские солдаты в далеких Альпах? Ответ прост. Они пришли с захватнической карательной миссией. В 1789 году во Франции народ сверг королевскую власть. Отменил привилегированное положение аристократии и духовенства. Из-за сопротивления бывших правящих сословий, поддержанных иностранными интервентами, в том числе и Российской империей, процесс обновления проходил несколько лет, кроваво и болезненно, с применением террора. Изменения в экономике и социальной жизни позволили Франции не только изгнать интервентов, но и перейти в наступление. Именно с целью пресечь шествия новой жизни по Европе и новой эпохи в истории, в 1799 году в поход отправился старый каратель Суворов. Ему удалось выиграть ряд сражений, но царизм вкупе с прочими душителями свободы проиграл военную кампанию в целом. Император Павел I оценил заслуги Суворова и наградил наивысшим воинским званием генералиссимус всех российских сухопутных и морских сил. Правда, наслаждался новым чином старый каратель совсем недолго. Через полгода его грешная душа покинула тело. После смерти Суворова начались восхваления его подвигов в захватнических войнах против Османской империи. Всячески обелялись преступления, совершенные против польского, ногайского, башкирского, крымско-татарского, французского и других народов. Иначе и быть не могло. Ведь в биографии великого в кавычках полководца, как в зеркале, отразилась агрессивная внешняя политика Российской империи, направленная на завоевание соседних государств и подавление любых движений, расширяющих права и свободы людей. Сегодня пелена мифов вокруг Суворова должна быть, наконец, рассеяна. И генерал-каратель должен занять свое справедливое место в истории преступлений против человечества. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на Patreon и получайте бонус-контент. А также смотрите видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok